Нововведение, по которому пенсионеров будут обучать компьютерной грамотности, стартовало в 2015 году. Запланирована дальнейшая работа в этом направлении на 2016 и 2017 годы. Обучение неработающих пенсионеров одной из главных задач ставит доступность для них государственных информационных ресурсов и электронных услуг. В Расказово занятия проходят в пятом корпусе четвертой школы. По словам председателя Союза пенсионеров города Расказова Любови Петровны Бедаревой, они должны проходить не меньше 36 часов. В этом году, в ноябре месяце, сформирован был список 22 человека пенсионера, то есть две группы, и за каждой группой закреплен преподаватель. Обучение в 2016 году непременно будет так же в конце года. Но формирование списка неработающих пенсионеров будет чуть раньше. По признанию обучающихся, благодаря занятиям они теперь многое могут сделать сами. Выйти на портал государственных услуг, найти нужную информацию, записаться к врачу. Руководству школы была выражена признательность, а преподаватели награждены благодарственными письмами. Помимо обучения компьютерным АЗАМ, руководство школы предложило активным пенсионерам принять участие в творческом проекте. И на базе второго корпуса, если вы знаете, у нас существует открытый любительский театр, в котором принимают участие в работе этого театра тоже люди старшего поколения, мы их тоже подключаем к этому. И даже проводят мастер-классы с обучающимися начальных классов, с другими детьми, кто умеет вязать, кто бисер может показать, как делать поделки. По признанию пенсионеров, занятия не ходят с радостью, и знаниям, которые получают здесь, обязательно находят применение. Юрий Цейн, Алексей Горелкин, Новости, ТВ Рассказыва.